Люберцы стали четвертыми в регионе по количеству собранной макулатуры в ходе осенней экологической акции. Самый весомый вклад в копилки вторсырья округа от учащихся четвертого лицея. Они сдали наибольшее количество бумаги и теперь получили за это награды. Садовый инвентарь в начале декабря появился в школьном коридоре не в ходе генеральной уборки. Телега, грабли и лопаты. Подарок люберецким победителям эко-марафона. Сдай макулатуру, спаси дерево. Учащиеся четвертого лицея собрали почти 2,5 тонны ненужной бумаги. Неоднократные победители экологических акций признаются, что участвуют в сборе макулатуры не результатов ради. В лицее им прививают бережное отношение к природе с первого класса. Школьники несут полученные знания в своей семье. Восьмилетняя Настя мечтает научить родителей правильной сортировки отходов. Я стараюсь, если честно, не выбрасывать много бумаги. Если вдруг выбрасывают, то в переработку сдаю. Иначе погибнет, если природа, то не будет нас. Мы можем погибнуть тоже. Осенью люберцы стали четвертыми на региональном эко-марафоне по количеству собранной макулатуры. Общий вклад в хороший результат внесли 17 школ и 15 предприятий. На переработку из округа отправилось 21 тонна ненужной бумаги. А это все равно, что сохранить маленький лесок. Для школьников это воспитание в первую очередь. Того, что мы можем спасти дерево. Что мы можем подарить вторую жизнь тому же самому леску бумаги. Что это все перерабатывается. Что это культура, которую надо внедрять в школе. Дети должны расти с этой культуры. Еще одно преимущество от сдачи макулатуры – возможность сделать округ зеленее. За экологичное отношение к планете участники областного марафона получают экобалы, в обмен на которые учреждениям дают молодые саженцы. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.